По инициативе родительских комитетов в школах номер 10, 18 и 25 было отремонтировано 43 классных кабинета. За счет средств муниципального бюджета был произведен ремонт спортивного зала в СОЖ номер 18 в селе Европа на сумму 1 миллион 105 тысяч. Отсыпаны щебнем дороги, некоторые заасфальтированы. Вместо дикорастущих деревьев посажены аллеи. Преобразилась парковая зона в хуторе Чекон. Идет развитие малых форм хозяйствования. Построено около 900 квадратных метров теплиц и около 600 в крестьянско-фермерских хозяйствах. Создаются дополнительные рабочие места. Заместитель главы курорта Людмила Мурашова подчеркнула кадровый вопрос. У нас с вами молодеют кадры. И вообще-то это говорит о том, что мы живем и развиваемся. Глава округа хорошо знает проблемы селян. Именно эти слабые места и легли в основу планов на текущий год. Подъездные пути к школам и детским садам требуют ремонта. Необходимо менять линии электропередач, ремонтировать тротуары, ликвидировать очередь в детский сад. Немало важной проблемой для человека является строительство канализационного коллектора по улице Рабочий. Основные вопросы жителей по земельным участкам, выделенным для многодетных семей. По закону участок выделили и все. Но администрация Анапы думает в первую очередь о людях. Вам будут построены и водопровод, и дороги, и электрическое снабжение. Это все будет за счет муниципалитета построения. Работой главы селяне довольны. Допустим, дороги, допустим, тот же водопровод в Чиконине. Работа Николая Николаевича, мне кажется, очень хорошая. И по сегодняшнему сбору было видно, что народ доволен. Он поддерживает и население, и мы его поддерживаем. В том плане, что созваниваемся всегда. Все мероприятия, которые мы проводим, он в курсе дела. Он постоянно в действии. Хорошая работа в округе – это результат тесного взаимодействия у муниципальной власти, депутатов, казачества, общественности и селян.